Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах жизни. Ах, эта свадьба пела и плясала, какая у нас сегодня интересная тема. И в этом нам помогут Жанна Назарова, руководитель агентства ЗАГС Ульяновской области, а также Елена Вахитова, член общественного совета и организатор мероприятий. И первый вопрос у нас будет такой, Жанна, 2020 год, как мы знаем, внес свои коррективы. Расскажите нам об итогах 2020 года и что нам несет 2021 год? Может быть, какие-то интересные факты? Добрый день всем. Да, действительно, 2021 год, мы думаем, будет намного легче и проще, чем был ушедший 2020 год. Он, конечно, был довольно сложным, в том числе для органов ЗАГС и для тех граждан, для тех молодых людей, которые решили заключить брак. В органах ЗАГС не только Ульяновской области, но и Российской Федерации. Конечно, те ограничения, которые были введены у нас с апреля месяца и которые вообще вводили запрет на торжественную регистрацию брака, ну, нарушили планы многих из них, я думаю, так. Мы зарегистрировали за 2020 год порядка 6 тысяч браков. Это, скажем так, неплохо в условиях пандемии. Но меньше, да? Но, конечно, меньше, да. На 1300 браков меньше, чем в прошлом году. Что случилось с этими 1300? У вас нет таких данных? Они ждут? Нет. Некоторые из них ждут, да. Мы предлагали некоторым из них переносить дату регистрации брака. Она может переноситься в течение года неограниченное количество раз. То есть и раз, и другой, и второй, и третий. Либо просто ее отменить. Но тех, кто отменили, было очень мало. То есть мы отслеживали где-то порядка десятка пар, отказались от регистрации брака, остальные просто перенесли. И вот вы знаете, за первый месяц, январь 2021 года, у нас уже плюс 43 брака к уровню прошлого года. То есть те, кто перенесли из пандемичного 2020 года на 2021, не прогадали. То есть в первую зеркальную дату 2021 года, 21.01.2021, у нас зарегистрировано 69 браков. Это четверг, не очень популярный день для регистрации, но их было очень много. Поэтому мы надеемся на то, что действительно 2021 год будет более успешным, более удачным. И все планы, которые строят молодые люди, они сбудутся. Что еще по 2021 году можете нам сказать? По 2021 году, хочу сказать, что уже порядка 1100 заявлений на 2021 год подано. У нас в связи с тем, что изменения законодательства вступили, можно подавать заявление на год вперед. То есть вот сегодня, например, открыта уже регистрация на январь 2022 года. Поэтому дата выбирается, любая. Заявление подается через единый портал госуслуг, то есть электронно. Это очень просто делается. Подскажите, а вот если на год вперед записались, а раньше, можно же все это менять? Можно и раньше, да. То есть вы можете перенести эту дату как вперед, так и назад. Но не ранее месяца со дня подачи заявления. То есть если вы подаете в феврале, значит первая дата будет в марте. Что еще про прошлый год интересного? Вот самый возрастной брак, скажем так, самая возрастная пара была у нас зарегистрирована в 2020 году. Невесте 80, жених 89. Все те, кто сейчас вдруг в разводили, переживали по этому поводу, есть у нас такие вот доказательства. Не переживайте, все впереди у вас, девочки и мальчики. Да, конечно. Любить можно в любом возрасте, жить, получать тепло, удовольствие от того. А вообще возраст, вот он все-таки больше молодых или кому за 30 много увеличить? Ну, конечно, больше молодых. Ну, конечно, да. Немножко смещается сейчас возраст вступления в брак. Если раньше основная категория была с 18 до 24, то теперь она с 25 до 30 лет. То есть вот в этом возрасте в основном ульянские молодожены у нас вступают в брак, в первый брак. Поэтому да, чуть-чуть смещается. Но мы бы хотели, чтобы браки молодели. В общем, мы очень надеемся на 21 год. Да, и приглашаем всех. Подскажите, Елена, вот какие тренды вы можете выделить в свадебном образе или вообще все, что связано со свадьбами? Радует меня как организатора то, что сама свадьба и все, что с ней связано, это стало трендом. Свадьба, семейные узы, крепкие семейные узы, семейные традиции, семейные ценности. Мы видим, что это вышло на первый план, и это важно. Почему это важно? Потому что люди пережили пандемию, они поняли, что вместе ее переживать однозначно веселее, качественнее и надежнее. И мы действительно ожидаем свадебного бума в этом году. По крайней мере, август месяц он уже настолько сейчас. Он разрушился у вас. Да, 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 совершенно верно. 21-е, 08-е, 21-е, у нас уже огромное количество заявлений на этот день. Совершенно верно. У меня у самой было порядка, наверное, 15 запросов на эту дату по организации. Она у меня, естественно, занята. Что касается трендов свадебных, то всегда в тренде старая добрая классика. И я всегда советую молодоженам делать свадьбу так, как вам бы хотелось видеть ее через 20, через 30 и через 50 лет. Мы же смотрим на фотографии наших бабушек, наших прабабушек, и мы восхищаемся элегантностью, красотой, изысканностью. Вот то же самое, те же ценности мы должны привносить и в наши церемонии. Но, безусловно, каждая пара индивидуальна. И мы всегда стараемся подчеркнуть характер этой пары, какую-то изюминку. Доступно сейчас все. А есть какие-то у вас экстремальные пары? Может быть, что-то необычное? Есть, да, у нас есть несколько экстремальных пар. Да, у нас была интернациональная свадьба. Это свадьба, невеста была из Казахстана, жених, гражданин России. Парашютисты. Парашютисты, да. Они парашютисты, они встретились на соревновании по парашютному спорту. Ну, жениха с невестой мы были готовы регистратора отправить в полет, но невеста все-таки немножко захотела. Подождите, на самом деле мы ее говорили. Нет, вот это все, что где, роспись, это все в воздухе? Да, мы готовы были объявить их мужем и женой прямо вот в парашюту, в полете. Мы были готовы. Мы нашли регистратора с хорошей спортивной подготовкой, но невеста все-таки захотела быть в платье с нерастрепанной прической, поэтому с вертолета сыпались гости. А жених с невестой ждали их внизу. То есть, Ирина Евгеньевна, и как бы... Вы сейчас для меня открыли Америку, и я даже не знала, что у нас в городе, получается, органы ЗАГС могут даже вот на такие экстремальные условия. Мы готовы на все для того, чтобы выполнить желание молодых и пойти навстречу, мы готовы в любом варианте. И по поводу той свадьбы, позвольте мне добавить, с воздуха сыпались не только гости, но и кольца. Да? Да, это было настолько интересно. И самолеты, которые сопровождали гостей, выпускали флаги. У нас был флаг. Это все было на Дурьяновском? Это все было на Дурьяновском. Да, это очень красиво. Очень здорово. Потом, помните... И сама регистрация уже была внизу, прямо на аэродроме. Да, да, да. Приземлился от рук жениха с кольцами. Очень было трогательно, да, очень волнительно. Очень здорово. Потом у нас такой тоже запоминающийся момент – это свадьба на пароходе. Помните? Да, да, да. Да, тоже. То есть, мы готовы к любым абсолютно... Главное – включать свою фантазию и воплощать все свои вещи. И мы готовы вам в этом помочь легко, на самом деле. Здорово. Подскажите, пожалуйста, Жанна, вот как подавать заявление? Все по старинке или, может быть, есть какие-то изменения? Ну, есть несколько вариантов. Один из них остается традиционным. То есть, это личный приход в орган ЗАГС. Приходят оба, жених и невеста, лично, с паспортами. И уже на месте подают заявление, выбирают дату, время, когда уже будет назначена регистрация брака. Тем более, нужно прийти лично, если вы хотите сократить срок регистрации брака. То есть, закон позволяет нам до истечения месяца заключить брак, если, например, на то есть какие-то основания. Ну, например, общий совместный ребенок. Смысл ждать целый месяц, если у пары уже все проверено, чувства уже крепкие, твердые, есть совместный ребенок. Поэтому в этом случае нужно прийти лично. Сейчас все больше и больше набирает у нас популярность более трех тысяч заявлений. У нас на брак было подано электронно, то есть через единый портал государственных услуг. Это удобно, действительно, для граждан. То есть, жених из своего личного кабинета подает, в течение суток к нему присоединяется невеста из своего личного кабинета. Первый женит должен обязательно? Нет, не обязательно. То есть, кто-то из пары. И в течение суток вторая сторона тоже должна подтвердить, то есть, и дату, и бронирование времени, и свое желание, внеся все данные из своих документов вот в электронное заявление. Но здесь хотела бы предупредить тех граждан, которые пользуются электронным способом подачи заявления. В этом случае мы не видим документов новобрачных до момента прихода. И здесь могут быть разные сюрпризы. Не очень приятные у нас, он был недавно такой сюрприз. То есть, при подаче заявления через единый портал государственных услуг обращайте внимание на то, как вы заполняете заявление. Все ли данные внесены правильно? Есть ли у вас в паспорте место для того, чтобы проставить штамп о заключении брака? У нас был недавно случай такой, что в графе «Семейное положение» все страницы были заняты. Чем? Штампами. То есть, уже был кто-то в браке? Был в браке, развелся, еще был в браке, развелся, результат со страницы заполнена. Мы, естественно, паспорт этот не видели, к нам они пришли уже в день назначенный. Оказалось так, что некуда проставить штамп. В общем, мы отказываем. Да, поэтому нужно быть очень внимательным, потому что, ну, либо заранее позвонить, или прийти еще раз в ЗАГС все-таки. А что должно было дальше делаться? В паспорт добавляется страница? Нет, паспорт меняется. А, через паспортный столб. Да, или через МФЦ. Это делается очень быстро, в течение буквально 10 дней. То есть, жених или невеста, у кого нет возможности проставить штамп. Мне кажется, в любом случае, можно же позвонить в органы ЗАГС. Конечно, конечно, либо прийти, конечно, мы консультируем, но в этом случае ни нам не получилось дозвониться до пары, ни пара сама не озаботилась вопросом, а все ли у нас в порядке, а ждут ли нас, а прошло ли наше заявление. Конечно, это вот такой переход из традиционного способа. Конечно, но в любом случае это не очень приятно, когда пара с гостями вдруг выясняется, что невозможно произвести регистрационные действия. Много было комментариев по поводу этой ситуации в соцсетях, и говорили, что можно проставить на другой странице. Вот говорю для всех, на другой странице мы проставить штамп не можем. В этом случае паспорт будет считаться недействительным, и мы, как государственные органы власти, не можем нарушить в этом случае закон. То есть мы можем принять заявление с таким паспортом, и месяц, пока вот истекает его срок, как раз дается на то, чтобы его поменять. Но когда подают через портал, мы не видим документа, поэтому вся ответственность в этом случае ложится на граждан. Подскажите, а вот когда люди приходят к вам в ЗАГС для заполнения, сколько времени на это уходят? Там есть какая-то очередь или по времени? На подачу заявления? Долго это все? Нет, это не долго, это буквально в течение 10 минут. Да, это не долго. То есть, ну, скажем так, очереди на брак сейчас нет. Поэтому, пожалуйста, мы ждем. У нас органы ЗАГС работают все дни недели, со вторника по субботу. Приемные дни каждый день, поэтому мы ждем всех. Пожалуйста, приходите. Здорово. Елена, подскажите, пожалуйста, вот в 2020 году была тенденция к празднованию в узком кругу по всем известным нам причинам. А вот в 2021 году как бы вы, допустим, советовали отмечать? И если вот у пар бюджет, допустим, не позволяет, а свадьбу сыграть хочется, вот что делать в такой ситуации? А свадьбу играть надо обязательно. Я всегда говорю парам. Даже если у вас минимальный бюджет, я помогу вам, как организатор, распределить его так, чтобы вы сохранили в памяти, в сердце и для своих детей вот этот вот факт. Факт рождения из-за рождения вашей семьи. Свадьбу можно на самом деле сыграть абсолютно с любым бюджетом. И ограничений здесь нет. Вот вы можете все-таки сказать, не секрет это вот зрителям, кто вот сейчас сомневается, подсчитывает денежку, ну вот хотя бы минимально, если все очень-очень скромно, но на какой бюджет все-таки рассчитывать? Зависит количество гостей прежде всего и зависит от притязания пары. Но я думаю, что в среднем в 250-300 тысяч можно уложиться. И это будет при этом не ограниченная свадьба, а со всеми? И это будет качественная, добротная, полноценная свадьба. Просто я как организатор, я знаю, как именно грамотно распределить их бюджет, на какую площадку их привезти, что им порекомендовать, да, в качестве банкетной площадки. И как уже подобрать подрядчиков, применимо к той сумме, которой они обладают на данный момент. А это, получается, свадьба играется в один день, а то я помню, раньше у нас свадьба в два дня игралась, сначала все гости, на второй день еще всегда. Свадьба играется, на самом деле, у некоторых пар и неделю, это зависит, да. Мне очень нравится сейчас, почему-то так сложилось, у меня очень много чувашских свадеб, и я просто кайфую от того, как они играют в свадьбу. Это настолько веселые гости, настолько, вы знаете, легко они ко всему подходят. Они действительно воспринимают это как праздник и наслаждаются процессом и окунаются с головой. Вот это прям пример для всех, с соблюдением всех традиций, всех национальных каких-то элементов, которые мы всегда стараемся привнести. Это тоже очень важно. Поэтому хочется что сказать ребятам, не надо бояться обращаться к организаторам. Грамотный профессиональный организатор, он все равно поможет сделать так, как хочется вам. А вот консультации у вас уже... Бесплатные консультации, да, в любое время, пожалуйста, я доступна через Инстаграм и окуна. То есть даже люди могут не бояться действительно позвонить, обратиться, хотя бы уточнить все эти нюансы. Не надо бояться, Елена Евгеньевна, она совершенно очень добрая и властная человек. И никто за это денежку не возьмет. Я даже больше скажу, надо не бояться. Чем меньше вы боитесь, тем больше денег вы сэкономите, это проверенный факт. Даже можете поговорить с моими заказчиками, они это подтвердят. И еще вот такой момент у нас есть. Прошлый год показал, что, даже позапрошлый год показал, что формат бранча, который я ввела в качестве некого такого предложения для семейных пар, он очень востребован. Что это такое? Это обязательная регистрация в ЗАГСе. Однозначно. Однозначно. Я хочу сразу буквально 5 копеек, потому что про деньги. Мы говорим о свадьбе и мы говорим о регистрации брака. Совершенно верно. То есть регистрация брака в органах ЗАГС это только 350 рублей за оплату госпошлины. Больше ничего. То есть вся остальная торжественная часть церемонии, которая проходит в ЗАГСе, она абсолютно бесплатная. То есть музыкальное сопровождение бесплатно, регистратор, естественно, бесплатно. А оформления какого-то нет, потому что уже залы у нас оформлены для этого. Поэтому если кто-то сомневается, что очень дорого, будут ждать лучших времен, когда заработают эти деньги. Вот те камерные свадьбы 2020 года, когда у нас вообще были запрещены гости, присутствие гостей вообще не разрешалось, показали, что они даже более для некоторых пар востребованы, чем с огромным количеством гостей. Это такое таинство, это такой интим. И мы понимаем, что в этой камерной обстановке только я и он, и что-то еще, что делает их семью. Ну и вот так же, в принципе, все это тоже сомневается. Конечно, конечно, конечно. Как мы делаем в таком случае? Никаких денег на это не нужно. Я всегда настаиваю на торжественной регистрации брака во дворце бракосочетания. Благо там есть все условия, да, потрясающие. Ну не только, у нас прекрасный дворец, например, Заволжье. Я знаю, да, ну вот так традиционно сложилось, что вот мне, видимо, удобней сотрудничать. Видимо, да. Сотрудничать со дворцом бракосочетания, ни в коем случае не умоляя достоинств других ЗАГСов. Мы делаем красивую камерную роспись и приглашаем гостей, близких родителей в ресторан поблизости. И у нас проходит обед. И в этом случае это совершенно не затратно по финансам. И в то же время ребята показывают свое уважение бабушкам, дедушкам, родителям. И все равно. И сколько по времени все это получается? Два-три часа. Два-три часа это оптимальный формат для тех пар. И торжественная часть есть. Совершенно верно, совершенно верно. И часто получается, да? Да, да. Часто-часто. Входит формат. У нас, знаете, даже приходит пара, когда на подачу заявления говорят, нам не надо торжественности. То есть мы просто придем и распишемся. Но у нас такой подход, что мы все-таки, тем более видим, что первый брак, молодая красивая пара. Мы говорим, давайте мы проведем экскурсию по дворцу. И наши сотрудники проводят, и они когда видят, особенно девочки, когда они видят, как здесь красиво, как здесь здорово, как это все сохранено вот в этом историческом смысле, они говорят, да, мы хотим. То есть от торжественной и не торжественной совершенно ничем не отличается. Вы все равно приходите во дворец. Мне кажется, у многих... Никакой дополнительной платы не берется. Наверное, срабатывают здесь стереотипы какие-то, что за все нужно платить. Нет, нет, еще раз повторяю, регистрация в ЗАГСе бесплатная. Госпошлина 350 рублей с парой, не с каждого, с парой. И больше ничего. Для государственной регистрации больше не требуется ничего. Поэтому обязательно, конечно. Обязательно торжественную часть регистрации должна быть однозначно. И обязательно должна быть, вот из моего опыта, моя свадьба была очень давно, организатор моей свадьбы была свекровь, поскольку я не хотела свадьбы. И сейчас, каждую минуту я ей благодарна за то, что у нас есть архив, архив нашей семьи. И старший сын, и младший сын прошли тот возраст, когда они практически, там, знаете, с утра до вечера смотрели эти альбомы, и, видимо, я так понимаю, что они осознавали, что родители стали семьей. Были, конечно, вопросы, а почему вы нас не взяли на свой праздник? Да, действительно. Да, как вы могли так поступить? Да, вы так хорошо веселились, а нас не было. И, тем не менее, вот этот факт какой-то, знаете, семейной хроники, запечатленной фотографом, видеографом, это очень важно. С годами цене. Да, и еще один момент тоже, мы как бы часто о нем говорим, да, распространенная сегодня, ну, к сожалению, распространенная практика, что у нас гражданский брак, у меня гражданский муж, вот совсем недавно пришло обращение, а можно ли фамилию гражданского мужа вписать в свидетельство о рождении ребенка? Подождите, но гражданский муж, это когда именно в паспорте есть штамп, многие путают того мужчину, который просто живет. Да, да, то есть мы называем это же другим словом, обидным, да, не все любят это слово, но в любом случае гражданского мужа нет. То есть это название, которое дают вот вместе живущие женщины и мужчины для того, чтобы придать какой-то статус своим отношениям, это понятно. Любой женщине нужна определенность, муж ты мне или не муж, да, и гражданский муж говорит, что нет, я свободен, она говорит, что у меня есть гражданский мой супруг. Я к чему говорю об этом? Никаких оснований юридических вот это сожительство, к сожалению, не несет. Даже если он биологический отец, родившемуся ребенку в этой паре, мы не можем вписать его фамилию в графе свидетельства о рождении, если он не установил, например, отцовство. Поэтому регистрация брака, как, скажем так, вот иногда говорят, штамп в паспорте ничего не дает, тоже расхожее такое мнение, да. Мы долго думали над этим, и мы все-таки решили, в чем, вот в чем все-таки сила, да, штампа, не штампа. И поняли, то есть сама семья рождается, и понимание того, что вот с вами что-то произошло, какое-то волшебство, и вы из двух посторонних людей вдруг стали единым целым. Это действительно, когда в присутствии свидетелей кто-то, облеченный какой-то вот властью, объявлять публично вас мужем и женой, при всех, перед законом, перед людьми, только вот в этот момент времени происходит вот это волшебство. По-другому не получается. Раньше, ну и сейчас, как бы, да, объявлять мужем и женой право было дано священникам. Они, как бы, венчая или проводя какой-то другой религиозный обряд, объявляли мужем и женой. Вот сейчас это право есть еще и сотрудников ЗАГС, больше ни у кого. Поэтому пока вот волю государства, присутствие свидетелей мы не озвучим, и люди публично перед людьми, вот другими, не скажут, что да, я теперь муж, а она моя жена, и мы принадлежим друг другу, ничего не получится. И не в штамме дела. И самое главное ответственность. Конечно, конечно. То есть я заявил, что ты моя, а ты заявил, что я твой. Но это уже проблема нашей современности, потому что многие мужчины, наверное, не хотят брать на себя и так есть. Поэтому свадьба быть. Свадьба быть однозначно. Девочки, берем все в свои руки. А вы скажите, у нас вот 14 февраля уже совсем скоро, а вообще эта дата пользуется популярностью? Вы имеете в виду для заключения брака? Для заключения, да. Для того, чтобы сделать предложение, для того, чтобы показать какое-то свое там внимание, расположение, да. Мы помним то количество валентинок, которые там, да, в школе мы получали. Но для регистрации брака я не скажу, что это популярно. Нет. Мы специально сделали выборку по годам. В основном регистрировали браки в этот день, когда они выпадали на субботу, на воскресенье. Вот порядка 150, 152, 181 брак был в 2015 году, это была суббота. В остальные дни это 47, 53, 62, 54. На этот год, на 14 февраля, на воскресенье нет ни одного заявления. Да вы что? Ни одного. Ребята, вы можете, если что, успеть. Они уже не успевают. Мы уже не успеваем. За месяц. За месяц, да. Поэтому если только с сокращением срока. Но я еще раз говорю, вот мы уже поняли, что красивые зеркальные даты очень популярны сейчас. То есть вот эту вот красивую дату за собой, как бы так скажем, забронировать, закрепить. Да, и чтобы она красовалась в свидетельстве о браке. Вот это почему-то стало важным. Сейчас несущественно какой-то день недели. То есть вот у нас, еще раз повторюсь, четверг был 21, 01, 21, огромное количество браков. То есть несущественно суббота, пятница, но вот вы знаете, на 14 никого нет. Поэтому все усилия сосредотачиваем на признании в любви в этот день. Да, и мы готовим, кстати, мы готовим для наших пар, которые уже сделали предложение, для тех влюбленных, которые только спираются. Более того, мы решили прогласить даже одиноких людей. Вот они придут, проникнутся в атмосферу любви, сделают посыл на силу. Лена, 14 февраля в 14.30 в отеле «Рэдисон» мы ждем всех желающих окунуться в атмосферу любви. И как предложила вчера моя коллега, она говорит, Лена, давай мы сделаем вот такое вот немножко провокационное название вот этого нашего мероприятия. Давайте займемся любовью. Что это значит? Давайте любить друг друга, давайте не бояться демонстрировать свои чувства. Если у вас есть сомнения, какие-то делать предложения или не делать, делать. Вот для этого мы собираем наши пары, и поэтому приходите, будем рады вас всех видеть, готовим подарки, готовим сюрпризы. Интересная программа будет. Да, конечно. Свадебные специалисты будут доступны для вас, можно будет получить консультацию и просто хорошо провести время. Еще раз, в «Рэдисон», это бывший «Хилтон», для тех, кто еще пока не успел переориентироваться, в 14.30 в воскресенье, Гончарова 25. Если есть какие-то вопросы по поводу участия в этом мероприятии, можно позвонить в агентство ЗАГС и уточнить условия. Но, в принципе, мы ждем всех. Те, кто влюблен или кто хочет быть влюбленным. Лишь бы пары влюбленные у нас соединялись, да, и побольше было крепких семей. И еще хотим пригласить 28 февраля, то есть последний день зимы, по сути, да, во дворе с бракосочетания на заседание нашего очередного такого, скажем, органа или как его назвать, семейной академии. То есть туда мы приглашаем невест и девушек, то есть девичник у нас там вот селенгейные, да, мы придумали и организовываем, где тоже можно будет получить очень много полезных советов по планированию свадебных мероприятий, по их организации, по здоровому образу жизни, по, я не знаю, там, приемам женского обольщения и прочим вещам. Девичник, поэтому всех девчонок, которые хотят любить, хотят быть любимыми, хотят быть женами, мамами, мы приглашаем 28-го во дворе с бракосочетанием. Во сколько? Время мы уточним, я думаю, да, но точно 28-го февраля, да, добавлю тоже по семейной академии, чем мне нравится этот проект, который у нас в период пандемии успешно был реализован и в онлайн формате, конечно, мы с нетерпением ожидаем выхода в оффлайн и с удовольствием пригласим мудрых женщин, которые поделятся с будущими такими же успешными женами, какими-то действительно вот такими таинствами, секретными советами. Ну и вообще проект, знаете, он интересен чем? То есть помимо практических советов по дизайну свадьбы, да, по планированию, по этикету свадебному, там, я не знаю, по взаимоотношениям между родственниками жениха и невесты, то есть, ну, разных много вопросов возникает. Да, еще мы туда будем приглашать и специалистов-репродуктологов, то есть по планированию семьи, рождению детей, специалистов-медиков по мужскому здоровью, по женскому здоровью, поэтому очень много практических вещей, которые можно будет получить в одном месте. Да, девочки, кто собирается привести фигуру в порядок, у нас будут присутствовать тренеры от Ультры, которые с удовольствием поделятся, как сохранить фигуру, либо как ее улучшить, потому что мы знаем, что свадьба это такой немножко нервный, стрессовый момент, и многие девочки, кто-то худеет, вот набирает вес. У вас там нет? Есть. Есть фигулы, да, у нас в комплекте, да, да, мы тебя тоже пригласим, я уверена, тебе понравится тоже, да. И это еще не все, также в рамках нашей семейной академии и при поддержке агентства ЗАГС состоится самое знаковое, самое яркое впечатление, где как раз мы не только расскажем о трендах наступающего сезона, но и покажем все эти тренды. Это наша традиционная яркая свадебная выставка, которая пройдет два дня, будет проходить тоже в отеле Рэдисон, это 20-21 марта, и вот там будет все. Там будут абсолютно все свадебные специалисты, там будут и... Именно визуально уже посмотрят на моделях, на показах, конечно. Да, будет достойный визуальный ряд, будут все представители свадебной индустрии, где можно будет как увидеть, так и попросить скидку, я вам потихонечку шепчу, это можно будет делать, потому что, да, все собственники бизнеса, все владельцы бизнеса будут там, и хочу что еще сказать самое главное, все то, что мы делаем, вот эти все мероприятия, это мы делаем для вас, не бойтесь их посещать, их нужно посещать. Даже возьмите в пример пары прошлого года, помните, какой у нас был аншлаг Жанна Геннадьевна, да, на февральской выставке в Романовском империале, и практически все эти пары поженились, те из них, кто не поженились. Благополучно, никто не развелся? Нет, 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 мы не потеряли никого на самом деле, мы отслеживаем, те пары, которые, как раз мы говорили о пышных свадьбах, да, такой формат тоже имеет место быть, и вот как раз этим красивым августом мы поженим эти пары. Здорово. Я хочу пожелать вам всем счастья, любви, благополучия, и, конечно же, соединяйте свои сердечки, идите вместе по жизни, и все у вас будет замечательно. А мы обязательно с вами увидимся в следующей передаче на Альянской правде. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»